здравствуйте вы смотрите аналитику на канале витража верев краска сегодня в рамках аналитики подведем небольшие итоги происходящего в последний месяц январь 2023 года запомнился многим из нас целым рядом громких коррупционных скандалов и кадровых перестановок в верхах нет мы не будем обсуждать сколько на самом деле стоит килограмм яиц это не оговорка вспомним только на депо от партии слуга народа павла халимона которую разгар войны купил себе дом на печерских холмах киеве где земля в буквальном смысле этого слова золотая и несмотря на то что рыночная цена подобного дома составляет не менее 50 60 миллионов гривен договоре купли-продажи была указана сумма в 10,3 миллиона гривен и вы можете спросить и причем тут этот коррупционный скандал ведь аналитика это разговор о религии религиозных новостях и вот в этом-то как раз и суть как сообщает нам программа михаила ткача на украинской правде продавец архиереи православной церкви украины александр дробинка в договоре засвидетельствовал указанную в договоре цену продажи он считает выгодной для себя бывший архиерею пц продал дом за 20 процентов целые считает это выгодным но настоящий бессеребряник не иначе впрочем такие откровения дробинка покупателя нардепа халимона от разбирательства не спасли а совсем недалеко в киево-печерской лавре происходили не менее странные события если тоже артественское мероприятие пцу мы уже обсудили то сегодня проанализируем несколько концертных номеров которые тоже были показаны в течение января начнем с рождества внезапно на салью успенского собора взобралась группа людей в интересных костюмах на салью который всегда православной традиции считается продолжением алтаря ведь это особое место храма который никак не предназначена для концертных выступлений выглядело это странно звучало тоже несколько неоднозначно если вы слышали калятки в храмах и монастырях то вы понимаете о чем я говорю и самое главное никакого благоговения уважения к месту такое чувство что им просто нужно было получить доступ собор застолбить место а там да хоть песни станции впрочем следующее выступление оказалось ждать нужно было недолго и вот его небольшой фрагмент мне конечно же есть что сказать по этому поводу но хотелось бы процитировать небольшую заметку историка социолога религии и публициста а также научного сотрудника исследовательского центра восточной европы при бременском университете в германии николая метрохина который умеет тонко подмечать то что порой скрывается от поверхностного взгляда обывать причем николай метрохина трудно заподозрить симпатиях какой-либо конфессии в украине он привык доверять собственным глазам и фактам цитата как и следовало ожидать у пцу не оказалось верующих чтоб заполнить отобраны у пц храмы в киево-печерской лавре вместо них как и положено атеистам захватившим церковное пространство руководство музея заповедника киево-печерская лавра решила запускать храмы патриотических музыкантов первым из них помимо колядок на селье успенского савора несколькими днями ранее стал народный артист украины тарас компанищенко с группой кария казацкая который на бандурах дуках и гавайских гитарах бацит легкий патриотический рок народу правда на них пришло посмотреть распять меньше чем на обычную службу да не беда бывших коммунистов стоящих по главе музея директор музея выпускник рязанского училища в д.в. который много лет работал советских посольствах за рубежом видимо представителем гру танцы в церкви никогда не смущали конец цитат можно проводить много параллелей с историей иерусалимского храма антиохом эпифаном четвертым братьями маковеями осквернением и очищением святы но пожалуй сегодня этого делать не будем кстати концерты концертами религиозное рейдерство никто не отменял наверное одним из самых громких эпизодов стал циничный заклад храма в селе тарасовка возможно вы видели видео стоящий на коленях матери погибшего воина которая со слезами умоляла захватчиков оставить храм в покое это было в конце прошлого года в итоге 21 января избив сторожей залив ему глаза перцовым баллончиком группа людей попала в храм заблокировав все входы может показаться что все это происходит в далеком средневековье но в это наша с вами реальность и порой это выглядит как параллельная реальность представитель пцу который присутствовал при захвате пообещал что так будет с каждым храмом в боярском районе киевской области возможно просто дворцы культуры переполнены желающими выступить и им срочно понадобилась целья храма для очередного концерта или просто хочется все забрать и поделить как говорил герой известного кинофильма выглядит горько и печально и главное люди словно не понимают что за всякое действие дадут отчет и даже если тут кто-то на это беззаконие закроет глаза то на суде и перед богом патриотическими лозунгами не оправдаться порой мелькает мысль что для этих людей нет ничего святого не святыни успенский собор не любой другой храм и все это не имеет иной ценности кроме как просто отметка их власти возможности его занять делать там все что заблагорассудится примерно как и при тече этих людей сто лет назад там тоже были танцы на солье концерты и многое другое к чему это привело мы с вами знаем да и конец многих из этих людей тоже оказался незавидно как говорится в евангелии имеющий уши да услышит и возникает резонный вопрос что делать как поступать управляющий делами украинской православной церкви митрополит бориспольский броварской антоний паканич предлагает такое решение можно видеть людей кичащихся своей принадлежностью к церкви собирающихся на словах защищать ее чуть ли не с кулаками но когда церкви в самом деле нужна помощь что они часто пасуют и оказываются совсем не на стороне угнетенных по всей видимости именно потому что кулаками церковь не защитить господь говорит всем нам вы слышали что сказано люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего а я говорю вам любите врагов ваши благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас да будете сынами отца вашего небесного таким должно быть ныне наше умонастроение покаяние в собственных грехах помощь ближним и молитва за врагов в этом наше свидетельство об истине а мученик на греческом мартирос и значит свидетель остерегайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей читайте классику и смотрите канал витражи о вере краска